Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северо-восточный 6,11 метров. Температура воздуха ночью плюс 8,13. В горах плюс 3, плюс 8. Днем до плюс 26 тепла. И местами плюс 12,17. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10,12. Днем плюс 24,26 тепла. В Республике проходит неделя отказа от алкоголя, организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации. О том, какова цель проведения такой профилактической недели, какова ситуация в Республике и какая работа ведется в регионе для снижения вовлечения употребления алкоголя, в том числе среди несовершеннолетних, на эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии ответит медицинский психолог Инна Лобанова. Доброе утро всем. Доброе утро, Инна. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и в очередной раз пришли к нам в гости опять с новой информацией. Я знаю, что вот эта неделя, это неделя отказа от алкоголя. Эта неделя предусматривается Министерством здравоохранения, правильно? Да. Какие мероприятия, какие профилактические мероприятия в эту неделю у нас проводятся? На самом деле мероприятий у нас огромное количество. В первую очередь это, конечно, занятия с детьми. На сегодняшний день у нас в основном пришкольные лагеря детки. И вот, соответственно, профилактические мероприятия в рамках этой недели и еще, надо сказать, республиканского антинаркотического месячника, они проходят у нас в пришкольных лагерях. В соответствии с возрастом, да, с психологическими особенностями. То есть это игровые формы, мульттерапия, беседы, викторины и так далее. Это архиважная тема. Алкоголь, наркотики, особенно для несовершеннолетних. Совсем недавно был вот такой резонансный случай, когда люди отравились алкоголем. Контрафактный алкоголь в нескольких регионах России. Скажите, как обезопасить себя? На самом деле здесь один рецепт, да, это вообще не употреблять все-таки алкогольную продукцию, потому что то, что касается вот этих технических спиртов, которые были обнаружены, да, в этой продукции, к сожалению, мы с вами никак не угадаем, в каком алкогольном напитке он содержится, а в каком нет. То есть нам нет никаких гарантий абсолютно. Не с точки зрения ценовой политики на алкоголь, не с точки зрения акцизных марок или чего-то еще. К сожалению, никаких гарантий мы с вами не сможем здесь получить. И каждый раз, приобретая какую-либо алкогольную продукцию, мы все-таки теоретически всегда рискуем. Не факт, что если даже этот дорогой алкоголь... К сожалению, не факт, да. Поэтому мы с вами ни на вкус, ни на запах, ни по каким-то другим критериям это не сможем узнать. Но все-таки вот если человек попал в такую ситуацию, произошло это уже, как оказать помощь, первую помощь, квалифицированную помощь, что надо делать в этом случае? На самом деле, конечно, для любого человека, который попал в зависимость, самое главное, это вообще осознать, что он там оказался. Очень часто люди до последнего момента вообще отрицают, что у них есть зависимость и, к сожалению, очень поздно обращаются к специалистам. Поэтому в первую очередь осознать, что уже так получилось, что есть эта проблема, и прийти к специалистам. Наши специалисты, в том числе, конечно, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы находимся в городе Черкесск, улица Свобода 62 сейчас, и функционируем как обособленное подразделение Черкесской городской поликлиники. Ну это здорово, что вас присоединили к поликлинике. Мы теперь очень большое учреждение с очень большим коллективом, но наш функционал полностью остался за нами. То есть у нас функционирует и стационарное отделение, и реабилитационное отделение. Поэтому при необходимости, конечно, обращаться к нам можно и нужно по-прежнему. Я благодарю вас за такую полезную информацию и будем очень надеяться, что наша молодежь как можно меньше будет употреблять, злоупотреблять вредными привычками. Будем работать над этим, конечно. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире.